Всем здравствуйте! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена международному и внутреннему туризму в странах Австралии и Океании. Австралия – единственное государство Матрик. В состав государства входит также ряд островов, самым крупным из которых является остров Тасмания. Площадь страны – 7,7 миллионов квадратных километров. Численность населения – порядка 18 миллионов человек. Столица Канбера. Туризм стал динамичным и важным компонентом экономики Австралии. Около 20% прибытий дает Япония и 16% – Новая Зеландия. Среди прочих значительных по численности групп выделяются туристы из США, Великобритании, Тайваня, Гонконга, Индонезии, Малайзии и Германии. Наиболее притягательными для туристов – Новый Южный Уэльс и особенно Сидней. Далее за ним следует Квинсленд с большим барьерным рифом, Золотым берегом и Солнечным берегом. Рост популярности Австралии среди туристов объясняется экзотичностью природы, а также благоприятными условиями для отдыха у моря и в горах. Немаловажную роль играет хорошо развитая туристская инфраструктура и отлично налаженный сервис. Австралийцы любят путешествовать. Основным потоком из Австралии направлены в Новую Зеландию, Малайзию, Сингапур, Японию и Гонконг. Из европейских стран у австралийцев пользуются популярностью в Великобритании, что объясняется длительным экономическим, политическим и этническим, а также культурными связями. Кроме того, австралийцы посещают Италию, Испанию и Францию. Первоначально Австралия была местом ссылки британских каторжников, но затем на вновь открытые земли хлынул поток переселенцев в поиск дешевых земель, золота, удачи и счастья. Сейчас Австралия имеет высокоразвитую экономику, по своему уровню сопоставимую с экономикой западноевропейских стран. Австралия отличает наличие огромного природного ресурсного потенциала, прежде всего минерально-серевых ресурсов – это уголь, бокситы и железная руда. Имея развитую обрабатывающую и горнодобывающую промышленность, Австралия одновременно является и самым крупным экспортером в мире говядины и шерсти. В последние годы к одному из привлекательных секторов экономики Австралии можно отнести и туризм. Визит развития туризма способствует идеальный для отдыха климат. Здесь никогда не бывает холодно и жарко. Средняя температура лета плюс 26, а зимы плюс 18. К туристическим центрам Австралии причисляют деловую столицу – город Сидней, культурную столицу – Мельбурн и административную столицу страны – город Канберу. Сидней относится к числу ведущих туристических центров Австралии. Это старейший город страны, основанный в 1788 году и один из красивейших в мире. Кроме этого – центр экономической и культурной жизни страны и южной части Тихого океана. Гавань Порт-Джексон тянется через весь город, придавая ему неповторимости и морской колорит. В архитектуре Сиднея отчетливо послеживается вся история страны – от времен колонизации до современности. По своему внешнему виду Сидней несколько напоминает Нью-Йорк. В Сидней имеются множества достопримечательностей. Единственное в Австралии метро, лучший в стране зоопарк, старейший ботанический сад, самый высокий австралийский небоскреб, старейший университет – Морст-Харбор через бухту Порт-Джексон – один из главных достопримечательностей города. Он был возведен в 1932 году и соединил южную и северную часть города, являясь своеобразным символом Сиднея, его туристской эмблемой. Здание у оперного театра считается одним из выдающихся архитектурных сооружений современности. А также Дарлинг-Харбор – внутренняя бухта Центрального Сиднея – один из главных туристических центров. Здесь находится Австралийский национальный морской музей, знаменитый Сиднейский аквариум и Китайский сад. Центральный выставочный сад и старинный Пирманский мост. Одним из самых посещаемых мест является Сиднейский аквариум – великолепный морской парк, где можно познакомиться с жизнью редких тропических рыб и морских животных. Отличительной чертой аквариума является богатейшая коллекция акул, за которыми можно наблюдать и стеклянных подводных тоннелей. Зоопарк Тараного располагается лучшей в мире коллекцией австралийской фауны. Многие животные содержатся в природных загонах или на открытом воздухе, лишь некоторые в клетках. В основном обезьяны. Это связано с безопасностью тех, кто посещает зоопарк. Сиднейская телебашня – самое высокое сооружение в Южном полушарии. Высота башни – 350 метров. На уровне 325 метров расположена смотровая площадка и два больших вращающихся ресторана. Также являются популярными Голубые горы в 104 километрах на западе Сиднея, ежегодно посещаемые более 500 тысяч туристов. Это одно из немногих мест страны, где выпадает снег. Причем площадь снежных полей больше, чем и в Европейских Альпах. Наиболее известными горнолыжными курортами являются Тредба, Смиттенхоллс и Перешилвелли. Канбера – второй по популярности город Австралии и его столица. Отличается от всех известных городов страны своим местоположением. Она находится довольно далеко от морского побережья и окружена горами. На небольшом островке в восточной части озера выстится 46-метровый белый монумент – подарок британского правительства к 50-летию основания Канберы. В западной части озера на 100-метровую высоту взглянулся тонкая струя фонтана «Капитана Кука», устроенная в честь 200-летия открытия Куком восточного побережья Австралии. Здание Австралийской академии наук – одна из архитектурных достопримечательностей Канберы. Австралийский национальный университет Канберы заслужил широкую известность и репутацию крупного образовательного и исследовательского центра. У подножной Черной горы, неподалеку от университетского городка, расположен ботанический сад. Кроме того, внимание туристов привлекает Коррельон, колокольная башня – подарок британского правительства, колокола которой звонят каждые 15 минут, повторяя мелодии лондонского биббена, а также 195-метровая телевизионная башня, оборудованная смотровой площадкой. Мербюн – старытца штата Виктория, центр деловой жизни Австралии. Здесь осредоточены штаб-квартиры и офисы многих крупнейших корпораций и фирм, крупных банков. Город с мягким, комфортным климатом, зелеными парками и ухоженными садами считается самым европейским в стране. Здесь туристы осматривают городскую ратушу, Национальный музей штата Виктория, Государственную библиотеку, Собор Святого Павла и здание парламента, а также казначейство Монетного двора и домик капитана Кука на территории Фритц-Рей-Парака. В стоящем на реке Яри парусниками поле Уцдайн размещен морской музей. Обзор города обычно завершается в тренд с посещения смотровой площадки на башне Риальта. Примерно в 50 километрах от Мельбурна в горах находится зоологический заповедник Хильсельвиль. Здесь живут австралийские страусы, эму, кенгуру, ехидны, гигантские ящерицы, гуаны и другие эндемические животные. Остров Филипп 120 километров от Мельбурна это заповедный мир дикой австралийской природы. Туристы могут увидеть таких животных, как кенгуру, коала, вамбат, а вечером наблюдать парад пингвинов, когда сотни пингвинов, уплывших с восходом солнца в океан, на закате одновременно возвращаются на берег. Брисбен, столица штата Квинсленд, расположен 30 километров от моря. Здесь находится ботанический сад. Из Брисбена туристы совершают поездку в зоологический заповедник Лоун Пайн, где обитают сумчатые медведи-коала и серые кенгуру. Наиболее известным международным курортом Австралии является Золотой берег, расположенный в 173 километрах на восточном побережье. Золотой берег – это золотистые пляжи, прохладные калиптовые леса, бесконечные песчаные дюны. Золотой берег протянулся на 80 километров вдоль восточного побережья Австралии. В этом культурном месте находятся тематические парки «Мир кино», «Мир грез» и «Мир моря». К заповедным местам Австралии, кроме Большого барьерного рифа, относятся Национальный парк Кокоду, Акулий залив у запада берегов Австралии, влажные тропические на северо-восточной стороне и западная Тосманская пустыня, остров Фрейзера, Центрально-восточный тропический лес Австралии и многое другое. К этой части географического туризма относятся и океания, включающая Новую Зеландию и еще 12 стран, в числе которых Маршаловые острова, Микронезия, Папуановая Гвинея, Соломоны острова, Фиджи и Самоа. Новая Зеландия – это государство юго-западной части Тихого океана, расположено на островах Северной и Южной, разделенных проливом Кука. Новая Зеландия – государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Номинально – глава государства Королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор. Новая Зеландия – развитая индустриально-аграрная страна со сравнительно небольшим населением около 4 миллионов 175 человек. Она извечна прежде всего как один из ведущих мировых экспертов масла, мяса, шерсти и сыра. Самый крупный город страны – это Окленд, с населением порядка по 1,5 миллионов человек. Основные виды деятельности и активности сконцентрированы именно здесь. Здесь же находится крупнейший развлекательный комплекс Sky City – Окленд. К достопримечательностям Окленда также можно отнести картинную галерею, музей транспорта и техники. В Виллингтоне, столице страны, имеются национальные галереи искусства и национальный музей с великолепными коллекциями экспонатов из области этнографии и естественной истории. Популярным туристическим центром Новой Зеландии относится город Крайсчерчер, расположенный на острове Южный. Это опорная точка экскурсий на юго-западном побережье. Новой Зеландии, в крае фьордов, страну дикой и нетронутой природы. На Северном острове, где проживает 70% населения, зародилась инодельческая индустрия. Сейчас Новая Зеландия на юду с традиционными отраслями специализации, являются крупным производителем вина. Основные порты Новой Зеландии это Тангарен, Окленд, Веллингтон, Тауранга. Частью Новой Зеландии называют неизведанный швейцарский Тихий океан. Это страна действенных лесов, бесконечных долин гейзеров и действующих вулканов. Одной из главных туристических достопримечательных страны является Ротаура, район проживания коренных жителей страны, аборигенов, Маори. Здесь находится также долина гейзеров. Острова Кука, относящиеся к океане, являются зависимой от Новой Зеландии территории. Это архипелаг, состоящий из 15 островов, неиспорченных массовым туризмом. Здесь возможны дайвинг-туры, однодневые походы в джунгли и эконическая рыбалка. Наиболее развитой районом Фиджи являются коралловый берег Витиль-Леву. К экзотическим экскурсиям и представлениям, которые здесь можно наблюдать, относятся танцы на раскаленных углях, сплав на бамбуковых плотах, по горным рекам через джунгли, круизы с дельфинами и многое другое. Западный Самоа – это малоизвестный и мало затронутый цивилизаций уголок земли. Здесь провел четыре последние годы своей жизни легендарный автор острова сокровищ Роберт Юэль Стивенсон, страдающий тяжелой формой туберкулеза. Туристы могут посетить музей автора и захватывающего романа о пиратах. Таити – это часть французской Полинезии, представляет собой архипелаг из более чем ста островов в юго-восточной части Тихого океана. Острова объединены в несколько групп – это Таити и Бора-Бора, Меркизские острова, Атолл, Таамоту и остров Моногрева. Административным центром является город Папоэто. Здесь туристам в качестве развлечения предлагают вертолетные экскурсии, экскурсии на яхтах, джипах или мини-автобусах через тропические леса. Новая Каледония является владением Франции в Тихом океане. Столица Новой Каледонии – Нуэма. Эта страна является уникальным оазисом тихоокеанской флоры и фауны. Острова окружены барьерным рифом. Здесь 500 уникальных растений. Эндемичные виды флоры и фауны, продуманные предоохранные мероприятия, создают здесь хорошие перспективы для развития экологического туризма. Новая Каледония привлекает также аквалангистов и ныряльщиков. Соломоновы острова – это государство в южной части Тихого океана, столица города Ханира. Соломоновы острова были открыты в 1568 году испанским мореплавателем Миндания Денейра. Он выменял у местных жителей золото и назвал эти острова Соломоновыми, сравнив их с золотой страной Соломона. С позицией международного туризма островна привлекательна рядом обстоятельств. Значительная часть населения острова живет по-прежнему в условиях родоплеменных отношений, поэтому интерес для туристов может представлять знакомство с жизнью и бытом местных аборигенов. Архипелаг практически не затронут массовым туризмом, поэтому здесь сохранились действенная природа, экстраординарные природные условия. Ванауту это государство в океане, расположенное на островах Новый Гибрид в юго-западной части Тихого океана. В конце XVIII века острова были исследованы ангельским мореплавателем Джоном Куком. Национальный колорит составляет синтез английской, французской и молонезийской культуры. Каждый из островов имеет свою специфику. На островах можно два прекрасных и практически безлюдных пляжей. Это вся информация, которую мы с вами должны были разобрать по этому направлению.